По доброй традиции поприветствуйте друг друга. Искренне скажите, я рад тебя видеть. Это действительно правда. Я, пользуясь своим положением, тоже хочу сказать, я каждого из вас рад видеть. Вы знаете, я даже не думал, как сильно я люблю вас. Потому что меня не было в стране почти год. Вот периодически мы с семьей приехали, слава Богу. И мы можем точно, уверенно сказать, что церковь Эммануила – это наша церковь, это наш родной дом. Те, кто никогда надолго не уезжал из дома, то нас не поймут. Но те, кто уезжали, наверняка вы поймете, как сердце тоскует, как сердце рвется домой. И хочется быть со своими родными, близкими. Поэтому я тоже вам говорю, приветствую, обнимаю крепко всех до хруста, жму руку, жму руку, благословляю всех. Приятно видеть ваши улыбки, ваши лица. Слава Богу. Давайте перейдем к Божьему Слову. Я верю, что Божье Слово, как я уже сказал, это не просто записанные рекомендации о этических нормах жизни, которые были записаны 2000 лет назад, это Новый Завет, а Ветхий Завет и тому позже. Слово Божье – это не про этику. Слово Божье – это не про правила. Ошибочно понимать, что Слово Божье сводится лишь только к модели поведения в обществе, к этике. Это ошибочно. Слово Божье – это откровение о Боге. Слово Божье – это тайна, которую нам Бог открывает о себе. О себе. Какой Он? Что в Его сердце? Как Он хочет с нами строить отношения? Какой у Него взгляд в общем на человечество? Понимая Слово Божье, мы можем понимать Бога. Понимая Слово Божье лишь только через призму «сюда ходи, сюда не ходи». Это можно, это нельзя. Вот сюда и ходи, а сюда и не ходи, потому что, как там дальше в Библии написано, «снег на башка», такого в Библии не написано. Это чтобы все проснулись. Я о чем? Когда мы с открытым сердцем вникаем в записанное Слово, друзья, записанное Слово начинает с нами говорить. Записанное Слово становится Божьим Словом лично для нас. Аминь. Аминь. Это правда. Поэтому я вам желаю, чтобы эта книга, она начала говорить с вами. Она начала по-настоящему говорить ваш дух. Вот она уже мне что-то сказала. Кто я во Христе Иисусе? Аминь. Спасибо. Тема проповеди. Основное сражение. Основное сражение, или второе название, ключевое сражение. Я сегодня бы хотел поговорить с вами на такую тему, как ключевое сражение. Первое место писания, которое я хотел бы открыть и прочитать. Это будет одно из базовых мест писаний, которое мы будем рассматривать. Римлянам, 8 глава, 33 стих. С 33 стиха. Апостол Павел здесь делится одним из величайших откровений, которые он однажды пережил в своей жизни. По себе скажу, и наверняка вы согласитесь со мной, что самые глубокие откровения, которые вы когда-либо могли переживать от Бога, слышать от Бога, на слух, на фонетику. Они очень простые. Они easy, очень простые. Там нет ничего такого вот, знаете, с подвыпердвертом, с перламутровыми пуговицами, такого чего-то мы бы удивились. И вот апостол Павел говорит о самом глубоком откровении, которое он когда-либо пережил. И он с нами делится об этом. И это базовое откровение должно стать, ну, если не частью нашей жизни, то всей нашей сущностью. Мы должны пропитаться этой идеей. Друзья, правду скажу, не открою тайны, что мы с вами живем в непростое время. Если мы посмотрим назад, буквально недавно был ковид. Правда? Это пандемия, мы не знали, что делать. Кто-то не знал, кто-то знал, но тем не менее, общество, церковь были все в замешательстве, все как-то искали выход. И я о чем? Кто не был утвержден в том, что говорит Павел в восьмой главе, их сдуло ветром. Пришел 22-й год, 24-е февраля. Это еще хуже, чем ковид. И обратно таки же мы возвращаемся к откровению, которое написал апостол для нас. И те, кто застали боевые события, они начали колебаться в своей вере. Ко мне часто писали люди и спрашивали, ну хорошо, если Бог есть, я буду сегодня с вами предельно откровенен, можно? Я всегда стараюсь в проповедях быть честным с самим собой, с Богом и с вами. Потому что верю, что честность с самим собой это фундаментальная основа для целостности. Если ты честен с самим собой, ты целостен внутри. Аминь. Много людей у меня спрашивали, ну если Бог есть, почему это случилось? Это нормальный вопрос. Это нормальный вопрос, потому что мы все люди думающие. Мы все люди сравнивающие. Бог нам дал мозги не для того, чтобы они там были, чтобы ими пользоваться. Но ими надо правильно пользоваться. Такой вопрос в основном люди задают, которые не знают, что Библия это откровение о Боге. И это откровение нам говорит много, открывает тайн. Почему? Многие люди у меня спрашивают, ну хорошо, но если бы Бог был бы, этого бы не было. Многие люди, другая сторона вопроса, многие люди мне говорят, все в руках Божьих. Вот как Бог захочет, вот так и будет. Давайте сегодня разбираться с этим для себя. Давайте мы в этих вопросах поставим раз и навсегда для себя точку. На что есть воля Божья, на что нет ее, контролирует ли Бог все или не контролирует Бог все, что Бог допускает и чего Бог не допускает. Если мы разберемся с откровением, которое записано в Слове Божьем, мы будем укоренены и утверждены в истине. Первое, с чего я бы хотел начать, и мы сейчас вернемся к тексту, к римлянам, к восьмой главе, я хочу нам напомнить одну простую мысль по поводу, что Бог все контролирует. Сейчас хочу кого-то разочаровать, друзья мои. Вы готовы? Это нормально. Это процесс роста, духовного роста. Мы в чем-то разочаровываемся, в чем-то вырастаем. Бог ничего не контролирует. От слова совсем. Здесь, на земле. Библия очень четко и ясно говорит. На протяжении всей Библии мы видим, что когда Бог сотворил человека, Он не сотворил его в золотой клетке. Бог дал человеку мозги, о которых мы сказали раньше, что ими надо пользоваться. И Бог дал человеку свободную волю. И мало того, Бог дал человеку повеление. Он сказал, теперь на этой планете хозяин ты, Адам. вот что построишь, то и будет. Бог дал человеку повеление плодиться, размножаться, наполнять всю землю и распространять влияние Эдемского сада. Другими словами, вся земля, это не был Эдемский сад. Эдемский сад, это был кусок планеты, кусок земли, который выглядел очень красиво и очень хорошо, очень ухоженно, очень комфортно. И Бог дал человеку повеление, которое заключалось в следующем, сделай Эдемский сад по всей земле, распространи этот Эдемский сад, это человек в твоей власти, вместо тебя я не буду распространять Эдемский сад, я тебе дал все инструменты для того, чтобы ты мог распространять мое божественное влияние. Чем это закончилась история, вы все прекрасно знаете. Человек потерял свою власть, он отдал ее добровольно дьяволу, и дьявол захватил власть на земле, дьявол захватил власть на земле с помощью извращенных умов, с помощью греха, проходит много тысяч лет, мы сокращаем историю, приходит Христос на землю, Христос искупил человечество от власти греха, и своей церкви он уже говорит следующие слова, которые повторяются из книги бытие, теперь я вам снова даю власть, кому? людям, людям Бог дает власть, а конкретно церкви, идти, наступать на всю силу вражью, ничто не повредит вам, в Иоанна написано, что мы, как дети Божьи, мы имеем власть, право называться и быть детьми Божьими, другими словами, Бог все восстановил, то, что было потеряно до грехопадения, отвечая на тот вопрос, который я задал в начале, контролирует ли Бог все? Нет, Бог делится своей суверенной властью с человеком, человек контролирует и запускает те процессы, которые происходят сейчас на земле, во власти человека, чтобы был мир и чтобы была война, во власти человека загрязнять океан пластиком, в котором уже плавают целые острова с размером в Францию, это как Украина, или делать эту планету лучше? И мы находимся в интересном месте. Оказывается, ответственность лежит на человеке. И мы, как зрелые люди, должны понимать, что, мягко скажу, некорректно говорить все в руках Божьих. Не все в руках Божьих. Некорректно говорит на все воля Божья. Не на все воля Божья. Когда мы говорим о воле Божьей, мы должны четко и ясно себе дать определение, а что такое воля Божья? Воля Божья это три точки. Воля Божья это состояние сердца моего Отца. Это сущность Бога. Вот что такое воля Божья. Чтобы понять, что такое воля Божья, Христос учил учеников в молитве. Это молитва Отче Наши. Там есть такие слова. Он им просто дал приказ, говорит, молитесь, говорите следующие слова, что да будет воля Твоя здесь на земле, так как и на небе. Вот в чем заключается сердце, желание, страсть Бога по отношению к земле, чтобы здесь был Эдем. Но будет ли здесь Эдем, это зависит от человека, потому что человек это менеджер, который управляет этой землей. Понятно? Ну, я не путанно говорю? Окей, тогда идем дальше. Возвращаемся к тексту апостола Павла. Апостол Павел написал в римлянам очень хорошие слова. Он понимал, что мы живем уже в несовершенном мире и что несмотря ни на что с нами случаются разные катастрофы, разные катаклизмы. И мы все этому свидетели. и он говорит о себе следующее, что меня спасает или придает силы одна мысль. Римлянам 8 глава 33 стих. Кто может обвинить избранников Бога? Никто. Ведь Бог их оправдал. Кто их осудил? Никто. Ведь Христос, который умер, более того, который был воскрешен и пребывает по правую руку Бога, ходатайствует за нас. Христос не против нас. Христос ходатайствует за нас. Это важно. Кто сможет стать между нами и любовью Христа к нам? И дальше Павел перечисляет страдания, притеснения, преследования, голод, нищета, опасность, меч, знак вопроса. Но во всем этом, то, что было выше перечислено, во всем этом мы как дети Божьи, мы как христиане, мы как те, которые имеем вечный завет с Богом. Это не для всех, это для вас и для меня. Но во всем этом мы одержали полную победу. Вау! Благодаря тому, кто нас полюбил. Вот о чем говорит Павел. Мы говорили, я начал с самого начала, напомню, о том, что самые глубокие откровения, они очень изи, они очень простые. И Павел говорит следующее, вот что я понял, друзья, в своей жизни. В моей жизни могут происходить разные катаклизмы, голод, меч, опасность и так далее по списку. Но это все ничто по сравнению с тем, как сильно любит меня Бог. И Павел говорит о том, что во всех обстоятельствах я побеждаю не благодаря своей любви к Богу. Еще раз. Не благодаря своей любви к Богу. Я не уповаю на свою любовь к Богу. Я не ставлю ставку на свою любовь к Богу. Я не ставлю ставку на свое служение Богу. Извините, я понимаю, это идет в разрез религиозным шаблоном. Я не ставлю ставку на свое даяние. О чем ты, Павел? А вот о чем. Я ставлю ставку на его любовь ко мне. И Павел это понял, что Бог так сильно любит человечество и особенно тех, кто в завете с ним, что проходя через этот ряд испытаний, через которые он проходил, он сможет выйти через них победителем благодаря тому, что он знает, что он любим Богом. Поэтому, друзья, это основное откровение, которое хотел передать Павел в восьмой главе. Он говорит другими словами. Давайте попробуем разобрать этот стих на запчасти. Он говорит, что не важно, через что ты проходишь, ты в своей жизни можешь проходить через войну, через голод, через трудности, через ковид, через финансовую нехватку. Это все не определяет уровень любви Бога к тебе. Обстоятельства не являются мерилом того, как сильно любит тебя Бог. Еще раз, обстоятельства не являются мерилом того, как сильно любит тебя Бог. Есть один единственный критерий, по которому ты можешь смело сказать, любит меня Бог или нет, нахожусь ли я в его сердце или нет, а думает ли Бог обо мне, когда засыпает каждую ночь? Думает. Писание говорит ясно, что Бог доказывает свою любовь к нам в послании Иоанна. Бог доказывает, Божья любовь доказуема, Бог доказывает свою любовь к нам, отдав за нас Иисуса Христа как жертвенного ягненка, как искупительную жертву за каждого человека. Божья любовь, она проявлена на кресте. Она не в чувствах, она не в обстоятельствах. Божья любовь принимается только лишь верой в то, что сделал для тебя Христос. Другого пути не существует. Если ты хочешь понять, как сильно тебя любит Бог, прочувствовать это невозможно. Твоя душа перегорит. Это равносильно тому, что к десяти тысячам вольтам подсоединить телефон не выдержит, сгорит. Это нужно принять верой, что ты любим, и за тебя был отдан Иисус Христос. И Библия об этом говорит в послании к евреям в одиннадцатой главе, что Богу можно угодить только лишь верой. Обратно таки, давайте мы вернемся назад, чего я начал. Не просто верить, что Он есть, в Бога верят все. Богу можно угодить верой, это верить тому, что Он сказал. Вот это имеется ввиду. Не просто верить в существование Бога. Извините, в существование Бога верят те, кто букву Z себе на лоб повесили. но это их не делает лучше, добрее. Имеется ввиду вера, которая приходит из-за Божьего Слова, из-за откровения. Вот как мы можем угодить Богу, веря тому, что Он говорит к нам. Вот как мы можем угодить Богу. И вся книга, вся глава 11 послания к евреям, она описывает тех людей, которые угодили Богу. Как? Они просто поверили тому, что сказал им Бог. Они просто смирились с тем, что сказал им Бог. И эти люди называются героями веры. И когда мы читаем Павла 8 главу, я хочу вас вдохновить. Друзья, читайте этот текст так, как будто сам Христос обращается к вам. 37 стих. Но во всем этом мы одержали полную победу благодаря тому, не благодаря нам, а благодаря тому, кто полюбил нас. Я убежден, что ни смерть, ни жизнь, ни ангелы, ни другие духовные существа и силы, ни век нынешний, ни век грядущий, ни вышний мир, ни бездна, ничто из всего мироздания не сможет стать между нами и любовью Бога, которую Он явил во Христе Иисусе Господе нашем. Аминь. Любовь Бога к нам доказуема, и она проявлена в Иисусе Христе. Мы не сможем ее почувствовать, мы сможем поверить в это и соединиться с этим откровением верой. И когда мы утверждены в том, что Бог нас любит, казалось бы, это заезженная фраза, Бог любит тебя, Бог любит меня, повернись к своему соседу и скажи, что Бог любит тебя, додыр. Но когда мы утверждены в том, что Он любит меня, мы становимся победителями. У нас взгляд на обстоятельства меняется, вера наша меняется, к нам дерзновение приходит, смелость приходит, я любимый Богом, я любимый Богом, у нас молитвы изменяются, и когда идет обстрел, мы не кричим, Иисус, Иисус, как будто Он где-то далеко, я любимый Богом, ни смерть, ни жизнь, ни ангелы, ни шахиды, ни искандеры, ничто не отлучит меня от любви Бога во Христе Иисусе, я пускаю корни в это откровение, и как следствие приходит мир, мир, если ты пытаешься своими чувствами пережить любовь Божью, ты никогда ее не переживешь, при первой же воздушной тревоге все твои чувства изменятся, правду говорю, это нормально, это реальность нашей жизни, но Писание призывает нас не жить чувствами, жить верой, жить чувствами можно, и есть такая вера, вера Фомы, вы помните? вера Фомы, Фома пытался жить чувствами, ему надо было измерить что-то, пощупать что-то, вывести формулу, пережить что-то, и тогда, может быть, он поверит, что это Христос, но Христос ему говорит, Фома, ты исключение, ты живешь здесь, и сейчас, в этот исторический период, тебе, короче, повезло, но после тебя будут люди, которым не нужны будут доказательства, что я есть, и они лучше тебя в своей вере. Аминь. Все, что нам нужно, это иметь отношение с этой книгой, которая начинает к нам говорить. И апостол Павел говорит следующее, что во всех этих обстоятельствах мы одержали полную победу. А до которого часа у нас собрание? до трех. А, хорошо, есть время. В 2.30. Тема проповеди основное сражение. Основное сражение сегодня идет за твой фокус, за твое внимание. На чем сосредоточен твой фокус, твой внутренний взгляд, так ты будешь проживать свою жизнь. Кто-то сегодня сосредоточен на выживании, кто-то на деньгах, кто-то на обстоятельствах, война идет за твой фокус. Но я призываю вас, давайте мы сосредоточимся, как говорится в Писании, будем неотрывно смотреть на Христа. Потому что то, что мы созерцаем, то, что мы пристально рассматриваем, на чем сосредоточен фокус моего внутреннего человека, так я и буду проживать свою жизнь. Аминь. Я хочу вам зачитать одну историю, вы ее все прекрасно знаете, но буквально выборочно, она очень показательная и она в тему этой проповеди. Эта история записана в первой книге Царств, 17 глава, буквально несколько стихов. Это история о том, как пришел однажды Голиаф, аналогов нет. Вот такого-то аналогов нет пришел и сделал всему Израилю вызов. Кто читал? Не надо читать текст очень длинный, чтобы сократить время. У меня осталось 20 минут. Я слишком долго сделал вступление. Окей, пришел, аналогов нет. И мы помним, что история начиналась со следующего, что на тот исторический период времени в Израиле уже был царь. Помогите, как его звали? Саул. О, вот кто читает Библию. А эти братья и сестры, как его звали? Саул. Молодцы, читаете Библию. А знаете, как Саул переводится на наш язык? Павел. То есть его звали Павел. И это так, для интеллектуальной еды. Саул это Павел. Так вот, уже был царь. Царь был поставлен Богом. Это важно понимать. У царя были вся власть в Израиле, привилегия, ресурс и помазание для того, чтобы творить волю Бога, волю того, кто его поставил. Аминь. У Саула был абсолютно весь пакет инструментов, чтобы решить проблему под названием аналогов нет. Тире Голиав. У него было для этого все. Если мы почитаем внимательно текст, обратно таки же, извините за повтор, нет времени читать, мы посмотрим на характеристику Саула, Писание говорит, что это был самый высокий, самый рослый, широкоплечий мужик во всем Израиле. Давайте пофантазируем, средний рост какой, метр семьдесят, он был на голову, а может быть на две выше всех, то есть израильский тоже аналогов нет в каком-то роде. Бог ему дал абсолютно все для того, чтобы решить эту проблему под названием Голиав. У него была власть, у него был ресурс, у него были физические данные, и у него было право от Бога, это важно, от Бога, помазание от Бога, и у него был завет, израилетяне на тот период времени находились уже в завете с Богом. И вот давайте мы себе представим такой чиновник царь, который обладает пакетом всех полномочий от людей, от Бога, у него есть все физические данные для того, чтобы решить эту проблему, начинает видеть эту проблему и начинает искать того, кто бы мог решить эту проблему, не понимая того, что, мягко говоря, мужик, это ты должен решать эту проблему, ты царь, ты поставленный здесь Богом, и кто знает, может быть, это ключевое сражение в твоей жизни. Дорогие мои друзья, церковь, братья, сестры, услышьте меня сердцем, поймите, что в жизни каждого из вас есть ключевая битва, основное сражение, и ключевая битва, это как трамплин в высшую лигу. Для Саула это была возможность от Бога укрепить свое царство, потому что у него было все для этого. Но что сделал Саул? Саул на протяжении сорока дней, когда выходил Голиа в долину дуба, слушал и внимал тому, что говорит этот нечестивец. Каждый день, знаете, он занимался транскрипцией его проповеди, каждый день он делал этот разбор этих посланий, каждый день он вникал, смотрел на какие ударения, о, а, пропитывался этим посланием, пропитывался этим посланием. В конце концов, все пришло к тому, что приходит пацан Давид, которому лет пятнадцать, семнадцать, так Писание говорит. И здоровый мужик, здоровый, который имеет большую армию, который имеет завет от Бога, помазанье, знаете, что делает? Добровольно первому попавшемуся, просто первому, кто сказал, ну, давай, я попробую, первому попавшемуся снимает с себя доспехи, брони к свою каску киловаровую, я не знаю, М16 свой отдает, джавелин свой отдает. И говорит, ну, давай, попробуй. Саул, ты серьезно? Саул, ты сейчас серьезно? Ты понимаешь, что ты делаешь? Если мы посмотрим в Писание, то он отдал свою броню, царскую броню, царский щит, царский меч, царский шлем, он отдал это добровольно, другими словами, он отдал свое место, которое предназначено было ему Богом, абсолютно, извините за сленг, левому человеку, который даже не входит в окружение, президента, пастух с полей, с полоныны спустился, какой-то пастушок и сказал, ну давай я попробую, ну давай, я задаю вопрос, Саул, у тебя все нормально с головой? Ты там ну как на ночь может каких-то новостей пересмотрел, так и да пересмотрел, потому что слышание рождает веру. Проблема Саула была в том, что он слишком долго слушал Голиафа. Я хочу кому-то сказать, если будешь слишком долго слушать свои страхи, ты начнешь их слышать. Это не игра слов. Если будешь долго всматриваться в бездну, бездна тебя захватит. Давид, пардон, Саул добровольно оставляет свое царское место, символически передает свои царские регалии первому попавшемуся пастуху, который даже не воин, из-за страха, который наполнил его сердце. Если ты сегодня переживаешь какое-то давление и ты хочешь оставить свое место, оставить свое служение, оставить то, к чему призвал к тебе Бог, и от имени Бога к тебе сегодня обращаюсь, перестань слушать Голиафа. Перестань слушать Голиафа, потому что вера приходит от слышание. Проводи время в полях, как этот пастух, проводи время с Богом в полях, начинай слышать Бога, и тогда тебе не понадобится оставлять свое место, тогда ты из пастухов у тебя есть все шансы стать царем. Из пастухов стать царем. Почему? Потому что сердце Давида не было наполнено проповедью Голиафа. Оно не было наполнено этой информацией, которую Голиаф 40 дней прокачивал народ Израиля. Там их стояло 20 тысяч, все до зубов вооруженных, у всех было оружие, они не стояли там с палками, моталками, извините, это были уже обученные воины, это были люди в завете с Богом, сам Бог просто стоял я представляю себе вот ну кто Вась ты ну не Вася Мойша ты не Геша ты не Гриша ты не то что мне с вами делать какой еще завет мне с вами заключать я же четко и ясно сказал что ваши враги это мои враги в чем дело ребята приходит аматор который меча в своей жизни не видел и говорит давай я попробую стоят люди которые всю свою жизнь посвятили тому чтобы воевать на их руках кровь они уже знают что это такое у них первый шок прошел для них это работа и все они боятся разница в чем мы говорим о фокусе на чем ты сосредоточен за твой фокус идет война и если ты переживаешь такое давление ты из-за страха хочешь оставить твое место я рекомендую тебя тебе не оставляй своего места это твои доспехи это твое место это твое призвание кто знает может бог через тебя хочет повлиять еще на тысячи и тысячи людей через твое служение потому что тебе страшно это не повод оставить все страшно всем но надо работать со своим страхом надо переключаться на истину божьего слова и созерцать то рассматривать внимательно то что говорит божье слово аминь и тогда у тебя есть все шансы из пастуха стать царем во имя Иисуса Христа не отдавай свои доспехи не отдавай свой шлем не отдавай свой меч не отдавай то место которое принадлежит тебе лишь только потому что тебе страшно это твое место во имя Иисуса Христа аминь мы должны понять что мы выбираем Бог действует мы выбираем Бог действует если мы не выбираем Бог не действует Бог не спустился с небес в эту долину дуба и не уничтожил этого Голиафа и он не сказал ну дай-то мне хоть за горло подержать Бог искал людей Бог начал искать людей и он начал свой поиск через царей Бог начал свой поиск через вооруженных подготовленных людей которых было 20 тысяч и никого не нашел хотя у каждого из них был шанс победить Голиафа но появился ребенок это интересный момент которому лет 15-17 я вам хочу сказать что победа уже приготовлена Богом для нас для вас Богу нужны люди которые оформят и реализуют эту победу ему все равно кого использовать пастух образованный не образованный царь не царь слушайте я вас умоляю а Давиде написано следующее что когда он одел этот доспех он сказал я не могу в этом идти просто не могу ну мне не надо этот кортеж мне не нужно эти ваши прислуги я не могу в этом ходить мне непривычно я привык босоногое детство под рамой на Украине ездить сняв себя все это служите он взял свою палку он взял свою палку он взял свою палку он взял то что у него было друзья для нас в этом заключается величайшая мудрость возьми то что у тебя есть и выступи против своего Голиафа с верой победа уже приготовлена победа уже приготовлена и нам кажется когда мы читаем писание что это Давид убил Голиафа по-человечески да когда мы читаем писание дальше там написано что Давиду пели песни что Давида прославляли ой какой молодец ой какой молодец ой какой молодец но правда в том что Бог уже приготовил победу ее нужно было оформить нужен был человек ну хоть кто-то я вас умоляю ну хоть кто-то кто может кто может пойти за нас пророк Исаия спрашивает кто пойдет за нас как всегда у Бога дефицит с кадрами и кадры решают все пришлось найти пацана пастуха чабана который даже правильно двух слов может быть связать не может который кроме палки в своей жизни ничего не видел но он смог в чем секрет секрет в следующем Давид не слышал проповедь Голиафа Давид созерцал Бога Давид был наполненный Богом до избытка Господь в его сердце было Слово Божье и Давиду нужна была палка моталка чтоб убить аналогов нет и знаете наш Бог это Бог который имеет очень классное чувство юмора и вот через эту историю мы видим что ну знаете как бы такое хваленое аналогов нет пришло 40 дней что-то рассказывала рассказывала стендап такой делал 40 дней пугал пугал пришел мальчик кинул камешек стендап закончился все кина не будет электричество кончилось и все прославляли Давида а правда в том что Бог приготовил эту победу и Бог искал человека но все дали заднюю никто не осмелился точно так же друзья во Христе Иисусе Писание говорит что победа нам уже дана этот Голиаф был уничтожен и сегодня у Бога точно такая же проблема Бог ищет человека или команду людей которые возьмут и оформят юридически физически эту победу аминь аминь и может быть ты посмотришь на этих людей это простые люди это не красноречивые люди может быть они пришли босиком в церковь но у них есть самое главное это палка шутка у них есть вера они наполнены словом и Бог не стесняется Бог не стесняется брать простых людей от которых пахнет козами может быть они ногти еще не побрили свои не подстригли там под ногтями что-то есть ну давайте такой собирательный образ пастуха да от которого пахнет что-то но Бог с этим не считается ему не важен дресс-код Богу важно а что там внутри Саул со своими полномочиями со своими правами со своим помазанием и заветом от Бога так и не смог достичь той цели которая была поставлена перед ним человек без полномочий без прав без охраны без личного кабинета без армии сделал то что должен был сделать царь который был поставлен на этом секрет Давида секрет Давида он проводил время с Богом и был наполнен его словом мы начали с того что Павел нам дает важнейшее откровение о том как проходить нам трудные времена мы начали о том что Павел перечисливает пересчитывает те обстоятельства через которые он проходил и он говорит друзья секрет не во мне я не новая модель терминатор 3000 или там какой там был 2000 не помню давно смотрел вот это не из-за меня это все из-за него потому что он любит меня я утвержден и укоренен в его слове в его любви эта вера она движима она движима и она подталкивает меня к действию и через все эти обстоятельства Павел так говорит мы выходим победителями друзья в конце хочу сказать еще одно утверждение пять минут мы заканчиваем когда мы говорили о том что Бог все контролирует мы должны понимать одну такую вещь что Бог не контролирует нашу с вами волю и вообще волю человека Бог не контролирует это наш с вами выбор и мы все живем в последствии своего выбора так или иначе я вам открою секрет только никому не говорите вот пускай это останется в вашем сердце Бог хочет Бог мечтает чтобы мы не просто жили в чудесах я специально так закручиваю Бог мечтает чтобы мы не просто жили каждый день в чудесах чудеса 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 каждый день чудеса чудеса это клиника Бог хочет, чтобы мы научились жить верой в Его Слово. На основании веры делали правильный выбор, шаг номер два. И шаг номер три – жили долгую счастливую жизнь впоследствии этого выбора. В последствиях этого выбора. Поэтому нам и дано Библия как откровение от Бога. Как прожить эту жизнь? Те, кто не хотят вникать в откровение, они все время ищут чудес. Там чудеса, там леший бродит, русалка на ветвях сидит и так далее. Им все время надо чудеса, подтверждения, ощущения, что это прочувствовать. И знаете, они все время, всю жизнь стоят в вере за кусок хлеба. Но я понимаю, когда ты студент, это норма. Но когда тебе пятьдесят, и ты уже как минимум лет пять с Богом, десять, Бог хочет, чтобы ты узнал Его волю, поступал и пожинал последствия в своих поступках. Жил в благословенных последствиях. Чтобы ты не жил в этом дурдоме, когда тебе нужно постоянно чудо, чудо, чудо. На зубную пасту мне надо чудо. На зубную щетку мне надо чудо. Но ты чудо на двух ногах. Тебе нужно пойти и просто где-то, может быть, чему-то научиться, поменять квалификацию или повысить свою квалификацию. И деньги придут. Потому что деньги, люди платят деньги не за красивые глазки. Не потому что ты верующий, тебе все будут платить. А потому что ты хорошо делаешь свою работу. Делай хорошо свою работу. И к тебе придут деньги. Тебе не надо постоянно верить, 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 верить. Тебе надо просто поменять себя. Святой Дух, две минуты, разбудил меня ночью, когда мы были в Эквадоре. Кстати, вам привет. С Эквадора забыл передать. И я проснулся, я услышал, как он сказал. Простую вещь. Что жизнь человека, это было проговорено ко мне, похоже на зеркальный куб. На какую сторону не посмотришь, везде увидишь себя. В любой сфере. Любую сферу возьми, ты встретишься с самим собой. Поэтому не меняй обстоятельства, меняй себя. И тогда твои обстоятельства изменятся. И тогда тебе не надо будет стоять в вере за кусок хлеба. Начинай расти. И Бог даст. Бог даст. В этом смысле чудес не бывает. Это все сказки из-за поребрика, что Иван с фамилией Дурачок лежал на печи. Ну и так далее, тому подобное. И это сложилось, целый менталитет такой. Ничего не делать, и все будет хорошо. Бог благословляет трудящегося. Трудяжек, прочитайте притча 6 главу. Там про муравья очень хорошо написано. Урок муравья, это для нас. Поэтому Бог мечтает, чтобы мы выучили Его истину, поступали согласно истине и пожинали, жили в последствии своего выбора. Мы благословляем друг друга. Мы молимся о том, чтобы истина Божьего Слова, о том, что Он любит нас, что мы любимы Богом, она укоренилась в нашем сердце. Господь, я молюсь сейчас о тех людях, которые переживают давление из-за страха, которые провели достаточно много времени на этой конференции Голиафа. Я молюсь, чтобы они смогли переключить свой внутренний взор на Твое Слово. Чтобы они смогли вникнуть в Твое Слово, услышать слова победы, слова веры. Я молюсь, Господь, чтобы благость Твоя наполнила каждого человека во имя Иисуса Христа. И чтобы ключевое сражение, которое, может быть, каждый переживает в своем сердце, оно было одержано благодаря Твоей любви, благодаря Твоей победе. Во имя Иисуса, которую Ты нам уже дал, мы благодарны Тебе за Иисуса Христа, за Твоего помазанника, за то, что Он взял на Себя все наши немощи и все болезни, и в ранах Твоих мы были исцелены. Мы благодарим Тебя за то, что Христос властно подверг позору все начальства и все власти во имя Иисуса Христа. Мы принимаем эту победу для Себя и утверждаем ее, Господь, в своей жизни. Благодарим Тебя. Спасибо Тебе. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Слава нашему Господу. Писание говорит, познайте истину. И истина сделает что-то с вами. Освободит нас от религиозных предрассудков, от неправильных искаженных взглядов о Боге, о жизни, о себе. Мы будем свободными. Be free. Будьте свободны в Иисусе Христе. По-настоящему. Потому что в этом и есть счастье. Жить с Богом и в победе Его ходить. Откровение. Ой, откровение. Объявление. Откровение, объявление. Хотел еще с откровения почитать, но нет времени. Есть объявление? Ждем? А, ну хорошо, тогда почитаю с откровения. Откровение. Послушайте, это будет назидательно. Это уже не проповедь. Это в контексте того, что мы выбираем, Бог действует. В откровениях, в 3 главе, в 20 стихе апостол Иоанн говорит следующие слова. Это вам поможет. Вы не будете... Ну, я был таким. Я был слишком ультра-супер-духовным и думал, что всю работу будут делать за меня Бога, ангелы. Вот. Ну, надо имя Божье призвать, и все изменится. Христос говорит о себе. Вот я, я, Христос, стою, сие стою у дверей. Ту-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду. И что делаю? Я стучу. Он не выбивает двери. Он не выбивает двери нашей души. Он не выбивает двери нашего сердца. Он не хам. Он не врывается в нашу жизнь наглым образом и говорит, я теперь здесь царь. Ты меня понял? К месту, к ноге. Он стоит и стучит. Даже есть такая картинка, она была картина, была написана, по-моему, в XVI веке, где Христос стоит у каменной стены, и такая дверь полукруглая, преклонив голову к двери, он как бы стучит, и там виноградные ветви. Эта картина описывает это место священного Писания. Но есть одна маленькая деталь в этой картине. С наружной стороны двери нет ручки. Христос не может открыть эту дверь. Эту дверь открывает тот, кто находится внутри. Ты открываешь эту дверь. Ты принимаешь решение. А Бог действует. И мы читаем дальше. Вот стою и стучу. Я даю желание. Я даю побуждение каждому человеку. Я даю слово. Вот что такое стучу. Я побуждаю вас. И кто откроет, не я открою, а кто откроет эту дверь, кто даст мне право. Я вхожу в эту жизнь. И что по тексту? Сажусь и вечерею с ним. Не завтракаю, не обедаю. Именно вечерею. В вечере, вечером собирается семья за столом. И мы делимся от сердца к сердцу, как прошел день. Другими словами, он говорит, кто даст мне место, кто откроет свою дверь, своего сердца для меня, с тем я буду делиться своими секретами, своими откровениями, своим словом. И тот будет ужина со мной кушать от моего стола. Мы выбираем. Выбор за нами. Бог действует. Если мы не выбираем, Бог не действует. Дайте место Богу в вашей жизни, и Он будет действовать. Аминь. Субтитры создавал DimaTorzok